Итак, всем привет! С вами снова Диман Масл, и сегодня мы попробуем сделать разоблачение такого атлета, как Акимба69. Этот блогер недавно выстрелил на ютубе, потому что до этого набрал большую аудиторию в тиктоке, порядка 4 миллионов на данный момент подписчиков в тиктоке у этого парня. И сейчас мы попробуем сделать разоблачение. Химикон или натурал, или просто разоблачим его видео. Что лучше у нас получится, давайте посмотрим вместе. Сразу скажу, что личной неприязни у меня нет к этому атлету. Форма у него похожа на достаточно натуральную форму, но есть некоторые сомнения. Итак, поехали! Сначала заходим в его тикток, и что мы здесь видим? Видео. Какой-то обман. Вы посмотрите, что мы здесь наблюдаем. Блогер пытается продемонстрировать свою силу великого армрестлера, но эти резинки в большинстве своем даже не натянуты. То есть большинство из противостоящих ему парней даже не тянут. При этом вы посмотрите на эти вены. Вены на предплечьях такие свойственные химическим атлетам, мне кажется. А резинки многие просто висят. И максимум натянуты под силу собственного веса. Это достаточно потешно. Мы можем посмотреть видео, как Акимба жнет гантели весом по 40 килограмм каждая. Ну, в принципе, нормальный вес. Такой результат вполне возможен в натуражку при должных тренировках и питании. Но ничего особенного в этом нет. Снова возвращаемся к его предплечьям. И эта венозность, эта венозность, она пугает. Дальше, несложно заметить по этому видео, что парень принимает участие в соревнованиях по армрестлингу. А все мы знаем то, что любые соревнования сопровождаются допингом обычно. Потому что грех им не воспользоваться, чтобы не выдать. Снова посмотрим на эти предплечья. Тут уж думайте сами. Натурал, алифинь. Итак, тикток немножечко разобрали. Посмотрели на его предплечья. Посмотрели на то, как он делает вид, что перетягивает целую кучу людей. Но в целом нормальный парень. Я даже не думаю, что он химик. Но сейчас мы переходим на ютуб и смотрим одно видео. Мы начинаем смотреть последнее видео, которое называется «Тренировка». Он тут тренируется. Тем временем его фотографирует профессиональный фотограф. И все бы ничего. Но вот в этой позе, что мы начинаем замечать? Итак, делаем скриншот. Приближаем снимок экрана. Так. Так. Что мы видим у него на прессе? Что мы видим? Шишка. Какая-то непонятная шишка. Уважающий себя атлет знает, что если вбить в поиски шилкишки от уконов тестостерона, который как раз таки колется в живот, мы можем увидеть такую картину, которая как раз таки возникает у химических атлетов, которые хотя бы тестостероном-то, но пользуются. Плюс тут есть одно видео, которое называется «Качаем бицепс штангой весом 85 на килограмм». 85. И он неплохо так ее закидывает с легкостью. Силовые этого парня в плане рук вызывают вопрос. Я понимаю, что норм райскер, но это очень большой результат для такого, собственно, веса атлета. Вот это вот 60 килограмм на кисть. Вы только вздумайтесь в этот вес. Такой вес выломал бы вам нахер руку, вместе с плечом вырвал. Это тоже просто нереально. Если парень натурал, он сдуреть какой молодец. Это жестко, реально жестко. В принципе, на этом у меня все про этого парня. Вы можете сказать, что это зависть. Вы можете сказать, что я не уважаю этого атлета. Вы можете сказать, что я притягиваю за уши это разоблачение. Это действительно так. Я хочу набрать свои просмотры. Не нужно раскручивать канал. Тема вокруг этого блогера достаточно популярная. Поэтому почему бы, собственно говоря, нет. Я лишь показываю вам факты, а вы уж выносите сами вердикты. И уже можете обсуждать также в комментариях, говорить свое мнение. С вами был Диман Лассоу. На этом на сегодня все.